Вы когда-нибудь обедали грибами? Для кого-то грибы это религия. Пообедать грибами, естественным продуктом, который предлагает нам природа, слишком хорошая возможность, чтобы ее упустить. Грибы растут в компосте. И приготовление этого компоста уже само по себе наука. Все начинается с лошадиного навоза и соломы. Крайне важен правильный баланс влаги и воздуха, так как грибам надо расти. Поэтому фермеры, выращивающие грибы, должны часто переворачивать компост, чтобы его проветрить. Они поливают его каждый день на протяжении недели. Это активизирует множество химических и биологических процессов. Образуется аммиак. Растут и размножаются микроорганизмы, выделяя тепло. В хорошем компосте должно быть около 2% азота. Поэтому фермеры добавляют куриный помет. Содержащий азот. Еще они добавляют гипс. Минерал, который улучшает структуру удобрения и нейтрализует кислотность. Через 1-2 недели, в зависимости от созревания компоста, его отправляют в компостер, где компост насыщается водой, воздухом и перемешивается. Теперь компост имеет шоколадно-коричневый цвет. Пахнет аммиаком. Затем его пастеризуют, чтобы уничтожить насекомых и их яйца. На 8 часов компост выдерживают при 58 градусах по Цельсию, а затем 5 дней при 45 градусах. Потом, в течение нескольких дней, его постепенно охлаждают до 25 градусов. А микроорганизмы тем временем превращают аммиак в азотный белок, питательное вещество для грибов. Наконец, удобрение готово. Фермер высеивает зерна пшеницы с привитой грибницей. Тонкие нити плесени, которые выступают в роли корней грибов. Сверху компост покрывается слоем почвы и торфяного моха. Грибница впитывает воду из почвы и питательные вещества из компоста. Приблизительно через 2 недели появляются крошечные грибочки. Они быстро растут, удваиваясь в размерах каждые сутки. И все это в относительной темноте. Зеленым растениям нужен солнечный свет для фотосинтеза, а грибам нет. Грибам нужен воздух, поскольку они вдыхают кислород, а выделяют углекислый газ. Зеленые растения делают наоборот. Зеленые растения делают наоборот. Еще 3 дня, и крошечные грибы достигают полного роста и готовы к сбору. Сборщики должны быть очень осторожны, чтобы не повредить грибницу. Ведь если оставить ее нетронутой, то каждые 3-5 дней в течение 3 недель будет пускать ростки новая партия грибов. Собранные грибы примерно на полчаса кладут в холодильник при температуре чуть выше нуля, чтобы остановить процесс роста. На упаковочном конвейере грибы взвешивают и раскладывают по контейнерам шляпками вверх. Машина перфорирует пластиковое покрытие, чтобы грибы могли дышать. Это обеспечивает их долгое хранение. Грибы остаются в холодильнике, пока их не отвезут в магазин на следующий день. С момента подготовки компоста до того, как грибы попали на полку в супермаркете, прошло всего около 12 недель. Субтитры создавал DimaTorzok